Дмитрий Глуховский. Метро 2033. Дорогие москвичи и гости столицы. Московский метрополитен – транспортное предприятие, связанное с повышенной опасностью. Объявление в вагоне метро. Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нем проблеск света. Хан. Глава первая. Край света. Кто это там? Эй, Артем, глянь-ка! Артем нехотя поднялся со своего места у костра и, перетягивая автомат со спины на грудь, двинулся во тьму. Стоя на самом краю освещенного пространства, он демонстративно, как можно громче и внушительней, щелкнул затвором и хрипло крикнул «Стоять! Пароль!». Из темноты, откуда минуту назад раздавались странный шорох и глухое бормотание, послышались спешные дробные шаги. Кто-то отступал вглубь туннеля, напуганный сиплым Артемовым голосом и брецанием оружия. Артем спешно вернулся к костру и бросил Петру Андреевичу. Да нет, не показалось. Не назвался, удрал. Эх ты, разява! Тебе же было сказано, не отзываются сразу стрелять. Откуда тебе знать, кто это был? Может, это черные подбираются? Нет. Я думаю, это вообще не люди. Звуки очень странные, да и шаги у него нечеловеческие. Что же, я человеческих шагов не узнаю. А потом, если бы это были черные, разве они хоть раз вот так убегали? Вы же сами знаете, Петр Андреевич, в последнее время черные вперед сразу бросаются. И на дозор нападали уже с голыми руками, и на пулемет шли в полный рост. А этот удрал сразу. Какая-то трусливая тварь. Ладно, Артем, больно ты умный. Есть у тебя инструкции, и действуй по инструкции, а не рассуждай. Может, тут лазутчик был. Увидел, что нас здесь мало. И превосходящими силами. Может, нас сейчас здесь прихлопнут за милую душу. Нажим по горлу, и станцию всю вырежут, вон, как с Полежаевской вышло. А все потому, что ты вовремя не срезал гады. Смотри у меня. В следующий раз по тоннелю за ними. Бегать заставлю. Артем поежился, представляя себе туннель за 700 метром. Страшно было даже помыслить о том, чтобы показаться там. За 700 метр на север не отваживался ходить никто. Патрули доезжали до 500-го, и, осветив пограничный столб прожектором с дрезины, убедившись, что никакая дрянь не переползла за него, торопливо возвращались. Разведчики, здоровые мужики, бывшие морские пехотинцы, и те останавливались на 680-м, прятали горящие сигареты в ладонях и замирали, прильнув к приборам ночного видения. А потом медленно, тихо отходили назад, не спуская глаз с туннеля и ни в коем случае не поворачиваясь к нему спиной. Дозор, в котором они сейчас стояли, находился на 450-м, в 50 метрах от пограничного столба. Но граница проверялась раз в день, и осмотр закончился уже несколько часов назад. Теперь их пост был крайним. А за часы, прошедшие со времени последней проверки, твари, которых патруль мог спугнуть, наверняка снова начали подползать. Тянул их на огонек, поближе к людям. Артем уселся на свое место и спросил, а что там с Полежаевской случилось? И хотя он уже знал эту леденящую кровь историю, рассказывали челноке на станции, его тянуло послушать ее еще раз, как неудержимо тянет детей на страшные байки о безголовых мутантах и упырях, похищающих младенцев. С Полежаевской? Это не слышал. Странная история с ними вышла. Странная и страшная. Сначала у них разведчики стали пропадать. Уходили в туннели и не возвращались. У них, правда, салаги разведчики, не то что наши. Но у них ведь и станция поменьше, и народу там не столько живет. Жила. Так вот, стали знать, что у них пропадать разведчики. Один отряд ушел, и нет его. Сначала думали, задержало его что-то. У них там еще туннель петляет, совсем как у нас. Артему стало не по себе при этих словах. И не дозором, не тем более со станции, ничего не видно, сколько ни свети. Нет их и нет, полчаса нет, час нет, два нет. Казалось бы, где там пропасть? Всего ведь на километр уходили. Им запретили идти дальше. Да они и сами не дураки. В общем, так и не дождались. Послали усиленный дозор. Те искали, искали, кричали, кричали. Все зря. Нету. Пропали разведчики. И ладно еще, что никто не видел, что с ними случилось. Плохо, что слышно, ничего не было. Ни звука. И следов никаких. Артем уже начал жалеть, что попросил Петра Андреевича рассказать о Полежаевской. Тот был то ли лучше осведомлен, то ли сам что-то додумывал, только рассказывал он такие подробности, какие и не снились челнокам. Уж на что те были мастера и любители рассказывать байку. От подробностей этих мороз шел по коже и неуютно становилось даже у костра. А любые, пусть и совсем безобидные шорохи из туннеля будоражили воображение. Ну так вот. Стрельбы слышно не было. Те решили, что разведчики, наверное, ушли от них. Недовольны, может, чем-то были и сбежали. Ну и шут с ними. Хотят легкой жизни, хотят за всяким отребьем мотаться, с анархистами всякими. Пусть все мотаются. Так проще было думать. Спокойнее. А через неделю еще одна разведгруппа пропала. Те вообще не должны были дальше полукилометра от станции отходить. И опять та же история. Ни звука, ни следа. Как в воду канули. Тут на станции забеспокоились. Это уже непорядок, когда за неделю два отряда исчезают. С этим уже надо что-то делать. Меры, значит, принимать. Но они выставили на трехсотом кордон. Мешков с песком натаскали. Пулемет установили, прожектор. По всем правилам фортификации. На беговой добраться дня не прошло. Те еще ответы обдумывали. Прибегает второй, весь в мыль и рассказывает, что их усиленный кордон погиб поголовно, не сделав ни единого выстрела. Всех перерезали. И словно во сне зарезали. Вот что страшно-то. А ведь они и не смогли бы заснуть после пережитого страха. Не говоря уж о приказах и инструкциях. Тут на беговой поняли, что если ничего не сделать, скоро та же петрушка у них начнется. Снарядили ударный отряд из ветеранов. Около сотни человек. Пулеметы, гранатометы. Времени, конечно, это заняло порядком. Дня полтора. Но все же отправили группу на помощь. А когда та вошла на Полежаевскую, там уже ни одной живой души не было. И тел не было, только кровь повсюду. Вот так вот. И черт знает, кто это сделал. Я вот не верю, что люди вообще на такое способны. А с беговой что случилось? Не своим голосом спросил Артем. Ничего с ним не случилось. Увидели такое дело и взорвали туннель, который к Полежаевской вел. Там я слышал, метров сорок засыпано. Без техники не разгребешь. Да и с техникой-то, пожалуй, не очень. А где ее возьмешь, технику? Она ж лет пятнадцать как сгнила. Техника-то. Петр Андреевич замолчал, глядя в огонь. Артем кашлянул негромко и проговорил. Да. Надо, конечно, было стрелять. Дурака свалял. С юга со станции послышался крик. Эй, там, на четыреста пятидесятом. У вас все в порядке? Петр Андреевич сложил руки рупором и прокричал в ответ. Подойдите поближе, дело есть. Из туннеля от станции, светя карманными фонарями, к ним приближались три фигуры. Наверное, дозорные с трехсотого метра. Подойдя к костру, они потушили фонари и присели рядом. Здорово, Петр. Это ты здесь? А я думаю, кого сегодня на край света отправили? Произнес старший, улыбаясь и выбивая из пачки папиросу. Слушай, Андрюха, у меня парень видел здесь кого-то, но выстрелить не успел, в туннеле спряталось. Говорит, на человека похоже не было. На человека не похоже? А как выглядят-то? Обратился Андрей к Артему. Да я и не видел. Я только спросил пароль, и оно сразу обратно бросилось на север. Но шаги нечеловеческие были, легкие и очень частые, как будто у него не две ноги, а четыре. Или три, подмигнув Андрей, сделав страшное лицо. Артем поперхнулся, вспомнив истории о трехногих людях с Филевской линии, где часть станции лежала на поверхности, и туннель шел совсем неглубоко, так что защиты от радиации не было почти никакой. Оттуда расползалась по всему метро трехногая, двухголовая и прочая дрянь. Андрей затянулся папиросу и сказал своим. — Ладно, ребят, если мы уже пришли, то почему бы здесь не посидеть? — Если у них тут опять трехногие полезут, поможем. — И, Артем, чайник есть у вас? Петр Андреевич встал сам, налил в битый, закопченный чайник воды из канистры и повесил его над огнем. Через несколько минут чайник загудел, закипая, и от этого звука, такого домашнего и уютного, Артему стало теплее и спокойнее. Он оглядел сидящих вокруг костра людей. Все крепкие, закаленные, непростой здешней жизнью, надежные люди. Таким можно было верить, на них можно было положиться. Их станция всегда слыла одной из самых благополучных на всей линии. И все благодаря собравшимся тут и таким, как они. Всех их связывали теплые, почти братские отношения. Артему было уже за двадцать, на свет он появился еще там, наверху, и был не такой худой и бесцветный, как все родившиеся в метро, не осмеливавшиеся никогда показываться на поверхности, опасаясь не только радиации, но и испепеляющих, губительных для подземной жизни солнечных лучей. Правда, Артем и сам в сознательном возрасте бывал наверху всего раз. Да и то только на мгновение. Радиационный фон там был такой, что чрезмерно любопытные, изжаривались за пару часов, не успев нагуляться вдоволь и насмотреться на диковинный мир, лежащий на поверхности. Отца своего он не помнил совсем. Мать была рядом с ним до пятилетнего возраста, и жили они на Тимирязевской. У них все было хорошо, и жизнь текла ровно и спокойно, пока Тимирязевская не пала под нашествием крыс. Огромные серые мокрые крысы хлынули однажды безо всякого предупреждения из одного из темных боковых туннелей. Он нырял в сторону незаметным ответвлением от главного северного перегона и спускался на большие глубины, чтобы затеряться в сложном переплетении сотен коридоров в лабиринтах полных ужаса, ледяного холода и отвратительного смрада. Туннель этот уходил в царство крыс, место, куда не решился выступить самый отчаянный авантюрист. Даже заблудившийся и не разбирающийся в подземных картах и дорогах скиталец, остановившись на его пороге, чутьем определил бы черную жуткую опасность, исходившую оттуда, и шарахнулся бы от зияющего провала входа, как отворот зачумленного города. Никто не тревожил крыс. Никто не спускался в их владение. Никто не осмеливался нарушить их границ. Но они пришли сами. Много народу погибло в тот день, когда живым потоком гигантские крысы, такие большие, каких никогда не видели ни на станции, ни в туннелях, затопили и выставленные кордоны, и станцию, погребая под собой ее защитников и население, заглушая массой своих тел их предсмертные вопли, пожирая все на своем пути. И мертвых, и живых людей, и своих убитых собратьев, слепо, неумолимо, движимые, непостижимые человеческому разуму силой, крысы рвались вперед все дальше и дальше. В живых остались всего несколько человек. Ни женщины, ни старики, ни дети, никто из тех, кого обычно спасают в первую очередь, а пятеро здоровых мужчин, сумевших опередить смертоносный поток. И только потому обогнавших его, что стояли с дрезиной на дозоре в южном туннеле. Заслышав крики со станции, один из них бегом бросился проверять, что случилось. Темирязевская уже гибла, когда он увидел ее в конце перегона. Уже на входе он понял по первым крысиным ручейкам, просочившимся на перрон, что случилось, и повернул было назад, зная, что ничем больше не сможет помочь тем, кто держит оборону станции, как вдруг сзади его схватили за руку. То набернулся, и женщина, соскаженным от страха лицом, тянувшая его настойчиво за рукав, крикнула, пытаясь пересилить многоголосый хор отчаяния. «Спасибо, солдат, пожалей!» Он увидел, что протягивает она ему детскую ручонку. Маленькую пухлую ладонь, и схватил эту ладонь, не думая, что спасает чью-то жизнь, а потому что его назвали солдатом и попросили пожалеть. И таща за собой ребенка, а потом и вовсе, схватив его под мышку, рванул на перегонки с первыми крысами, на перегонки со смертью, вперед, по туннелю, туда, где ждала дрезина с товарищами под озору. Уже издалека, метров за пятьдесят, он закричал им, чтобы заводили. Дрезина у них была моторизованная, одна на десять ближайших станций такая, и только поэтому они смогли обогнать крыс. Дозорные мчались вперед и на скорости пролетели заброшенную Дмитровскую, на которой ютились несколько отшельников, успев бросить им, «Бегите, крысы!», но понимая, что те уже не успеют спастись. Подъезжая к кордонам Савеловской, с которой у них, слава богу, было в тот момент мирное соглашение, они уже заранее сбавляли темп, чтобы при такой скорости их не расстреляли на подступах, приняв за налетчиков, и изо всех сил кричали дозорным, «Крысы! Крысы идут!». И они готовы были продолжать бежать через Савеловскую и дальше, дальше по линии, умоляя пропустить их вперед, пока есть куда бежать, пока серая лава не затопит все метро. Но, к их счастью, оказалось на Савеловской нечто, что спасло и их, и станцию, а может и всю Серпуховско-Темирязевскую ветку. Они еще только подъезжали, взмыленные, крича дозорным о смерти, которую им удалось ненадолго опередить, а те уже спешили, расчехляли на своем посту какой-то внушительный агрегат. Это был огнемет, собранный местными умельцами из найденных частей, кустарный, но невероятно мощный. Как только показались передовые крысиные отряды, и нарастая донесся из мрака шорох и скрежет тысяч крысиных лап, дозорные врубили огнемет и не отключали, пока не кончилось горючее. Ревущее оранжевое пламя заполнило туннель на десятки метров и жгло, жгло крыс, не переставая 10, 15, 20 минут. Туннель наполнился мерзкой вонью паленого мяса и диким крысиным визгом. А за спиной дозорных Савеловской, ставших героями и прославившихся на всю линию, замерла оставающая дрезина, готовая к новому прыжку, и на ней пятеро мужчин, бежавших со станции Тимирязевская. И еще один, спасенный ими ребенок, мальчик, Артем. Крысы отступили. Их слепая воля была сломлена одним из последних изобретений человеческого военного гения. Люди всегда умели убивать лучше, чем любое другое живое существо. Крысы схлынули и вернулись в огромное царство, истинные размеры которого не были известны никому. Все эти лабиринты, лежавшие на неимоверной глубине, были так таинственны, и, казалось бы, совершенно бесполезны для работы метрополитена, что не верилось даже, несмотря на заверения авторитетных людей, будто все это было сооружено обычными метростроевцами. Один из этих авторитетов даже работал раньше, еще тогда, помощником машиниста электропоезда. Таких людей почти не осталось, и были они в большой цене, потому что на первых порах оказались единственными, кто не терялся и не поддавался страху, оказавшись в неудобной и безопасной капсулы поезда в темных туннелях московского метрополитена, в этой каменной утробе мегаполиса. Все на станции относились к нему с почтением, и детей своих учили тому же. Оттого Артем, наверное, и запомнил его, на всю свою жизнь запомнил. Изможденного худого человека, зачахшего за долгие годы работы под землей, в истертой и выцветшей форме работника метрополитена, уже давно потерявший свой шик, но все еще надеваемый с той гордостью, с какой отставной адмирал облачается в парадный мундир. И Артему, тогда совсем еще пацану, виделась в тщедушной фигуре помощника-машиниста, несказанная стать и мощь. Еще бы! Работники метро были для всех остальных его обитателей тем же, что проводники туземца для научных экспедиций в джунглях. Им свято верили, на них полностью полагались. От их знаний и умений зависело выживание остальных. Многие из них возглавили станции, когда распалась единая система управления и метрополитен из комплексного объекта гражданской обороны, огромного противоядерного бомбоубежища, превратился во множество несвязанных единой властью станций, погрузился в хаос и анархию. Станции стали независимыми и самостоятельными, своеобразными карликовыми государствами со своими идеологиями и режимами, лидерами и армиями. Они воевали друг с другом, объединялись в федерации и конфедерации, сегодня становясь метрополиями воздвигаемых империй, чтобы завтра оказаться поверженными и колонизированными вчерашними друзьями или рабами. Они заключали краткосрочные союзы против общей угрозы, чтобы, когда эта угроза минует, с новыми силами вцепиться друг другу в глотку. Они самозабвенно грызлись за все, за жизненное пространство, за пищу, посадки белковых дрожжей, плантации грибов, не нуждающихся в дневном свете, курятники и свинофермы, где бледных подземных свиней и чахлых цыплят, вскармливали бесцветными подземными грибами и, конечно, за воду, то есть за фильтра. Аудиокнигу в полном аудиформате вы можете приобрести в книжном интернет-магазине Литрес. Ссылка под видео в описании. Приятного прослушивания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова